всем привет в этом уроке мы будем делать с вами эффект звездных рот и примерно выглядеть он будет вот так и начнем мы с майки переключаемся в майю и немножко поговорим о геометрии которая будет использоваться под этот VFX она довольно простая но тем не менее ее нужно правильно развернуть и правильно подготовить топологию прежде всего мы рассмотрим на развертку и развертка выглядит у нас при том что у нас объект нас является округлым цилиндрическим это сделано для того чтобы мы могли на нашем элементе использовать именно обычные методы они используются функции полярных координат хотя это можно сделать но удобнее гораздо будет не делать этого и обратиться к стандарту затем второй момент который я использовал здесь это объединение вот этих крайних вертексов здесь в этом моменте у нас текстура будет немного дополнительно закручиваться и это будет очень интересный эффект то есть я могу его показать даже вот так сначала происходит поворот побольше а потом текстура просто рассеивается по топологии соответственно для того чтобы она рассеялась неравномерно а тоже с таким небольшим закручиванием все эти же были повернуты теперь когда мы знаем немного о геометрии которую мы используем мы переключаемся в анриал энжин теперь когда мы переключились в анриал энжин мы переходим в контент браузер и находим наш мир вот он для него мы создадим материал называем его материал старший уэпикс и открываем после чего необходимо настроить предварительно наш материал а именно переключить blind мод на трансплитент и шейдинг модель мы ставим как англит поскольку нам не нужны его слоты импутор мы будем использовать массив ковар и опасите если вам захочется более пущего эффекта вы можете дополнительно сами добавить и рефракшен и я же решил что рефракшен здесь смотрится все же немного неуместно поэтому не стал его добавлять в наш материал мы перетягиваем три текстуры хотя даже две две текстуры нам их вполне хватит мы будем использовать данную текстуру как основную называемую base texture и сначала мы создадим самую легкую связку которая у нас будет использоваться для нашего эффект для начала мы начнем с цвета ставим multiply он нам здесь понадобится теперь мы ставим power поскольку у меня текстура похоже на молнии но при этом она имеет очень много различных серых градаций которые могут не понадобится я ставлю ноду power коннектим нашу текстуру с power и теперь добавляем параметр и его мы называем fallout дефолт валуи мы ставим 2 и параметр называем соответствующий это позволяет нам избавиться от лишних оттенков если таковая нужда будет и теперь это дело отправляем в мультиплей ставим еще один мультиплей и векторный параметр подсоединяем альфу в импут b цвет в импут а чтобы мы через альфу нашего цвета смогли контролировать интенсивность нашего самосвечения и как цвет накладывается текстуру дефолтное значение цвета мы ставим на синем канале 5 на зеленом 2 и на красном канале это будет единица и получаем подобный оттенок при использовании значение более единицы можно получать очень интересные градиенты как сейчас то есть например у нас mesh более получается сам светлый но при этом bloom от него получается именно цветной это очень хороший эффект параметр мы называем соответствующий massive column и теперь через мультиплей накладываем его на текстуру и получаем вот такую картину теперь мы отправляемся в папку с нашим мешем выбираем наш меш и делаем его как превью меш вот таким вот образом теперь мы добавляем вертекс колу он будет помогать нам с прозрачностью чтобы не использовать дополнительные текстурные карты или дополнительные процедурные функции предварительно на материал на вертекс на вертекс модели я добавил цвета и выглядит она вот так на самые крайние вертексы наложен черный цвет все остальные вертексы имеют белый цвет это очень удобно поскольку это получается довольно оптимизировано и не приходится использовать при этом текстурные карты количество текстурных сэмплей количество текстурных сэмплов у нас не увеличивается это очень удобно добавляем ноду мультиплая отправляем сюда нашу текстуру и накладываем веток сковор после чего мы добавляем ноду мультиплай еще одну и она у нас будет отвечать за глобал например если нам нужно будет впоследствии в блюпринте использовать какие-либо изменения над этим материалом добавляем скалярный параметр и называем его соответствующий глобал опэсити дефолт валуи мы ставим единицу поскольку предварительно у нас все будет настроено и при понижении значения наша опэсити будет понижаться и выглядеть это будет примерно вот так если вы стопроцентно уверены что у вас не будет использоваться темных оттенков и они вам не нужны то вы можете переключиться на blend mode adaptive теперь мы перейдем к изменениям UV нашей текстуры мы добавим соответственно ее рассеивание от центра мы добавим ее изменения по UV координатам так называемую flow анимацию и из этого мы получим наш эффект первым делом мы добавляем banner и правим координаты по x это получается у нас минусовое значение минус 0,4 и получаем вот такой эффект теперь мы можем сделать для всего этого тайлинг чтобы мы могли управлять так же динамически и повторением этой текстуры это будет очень выгодно и очень удобно для этого мы ставим два параметра и называем их соответствующей таллинг u и tiling v устанавливаем таллинг единица по u и две единицы по v и пока что мы оставляем эти два параметра добавляем на граф ноду текстурных координат координат индекс у нас не имеет значения поэтому мы его не трогаем вытягиваем из него output и добавляем материал функцию brick flow to components это самая обычная функция для того чтобы получить отдельно красный и зеленый канал она довольно не содержит ничего лишнего поэтому ее удобно им использовать и не думать о каких-либо последствиях оптимизации и делаем мультиплай между нашим значением и каждым каналом немного отодвигаем назад и теперь мы добавляем еще два мультиплая но оставляем их только с нашими значениями в input b мы пока ничего не добавляем мы вернемся немного к данной текстуре подпишем что это flow texture поскольку она будет у нас искажать нашу основную текстуру и станет скажем так частью координат добавим на граф banner и подключим ее к flow texture после чего speed мы ставим точно такой же который указывали непосредственно здесь у основной текстуры после чего мы можем добавить ноду add и добавить сюда красный канал в constant б мы ставим значение либо 0 5 либо 0 75 для того чтобы немного осветлить текстуру и избавить влияние флоу текстуры на основные координаты делается это для того чтобы не было излишних искажений или искажений слишком большой силы теперь после того как мы добавили add наше значение flow текстуры уже становится не от нуля до единицы а иногда они выходят за единицу чтобы избежать лишних искажений мы добавляем ноду теперь мы уверены что какую бы текстуру мы не использовали значение от нуля до единицы и лишних искажений на uv мы не получим и теперь ноду clamp мы подключаем к нашим двум мультиплиям соответственно после чего мы можем и обратно собирать наши текстурные координаты для этого мы будем пользоваться функцией makeflow2 и отправляем наши координаты x координаты y и получаем наши координаты для текстуры и получается оно примерно вот так эти координаты мы подключаем в панер после чего мы получаем вот такой эффект и этот эффект мы можем считать практически готовым поскольку остальных манипуляций нам производить над таким эффектом не нужно нажимаем apply у меня здесь находится blueprint и в нем мы можем сейчас применить этот меш и посмотреть на наш результат переходим во вьюпорт здесь используется particle системы это particle системы взято из starter content браузера чтобы добавить эффекту звездных врат немного особенностей и больше контрастов нас же интересует наш меш он называется у меня здесь VFX и мы ищем наш материал и получается все примерно вот так давайте сохраним это и посмотрим в сцене и в сцене оно выглядит примерно вот так и получился довольно интересный и классный эффект на этом все до новых уроков